Ровно 4 года назад на востоке Украины официально началась антитеррористическая операция. Еще до начала АТО оккупировали Крым, а пророссийские боевики едва ли не каждый день захватывали госучреждения в различных городах Донбасса. Тогда никто не предполагал, что антитеррористическая операция затянется на годы. Продолжит Станислав Кухарчук. Россия! Россия! Этот захват 12 апреля 2014 года вооруженными боевиками славянского райотдела милиции по сути стал отправной точкой для начала АТО. Уже на следующий день после этого секретарь СНГ заявил о начале антитеррористической операции на востоке страны. Все происходило как в страшном сне. Жители Донбасса, подогреваемые российскими новостями, блокировали колонны украинской техники, а к границе соседи стягивали войска. Но этот сон стал явью, которая не заканчивается уже четвертый год. Александр Ивченко крепко прижимает к груди свою младшую дочь, когда в конце марта 2014-го он добровольцем уходил в военкомат. Малышке было всего три года. Тогда Саша надеялся, что вернется домой через неделю-другую. Но пулеметчику 95-й бригады пришлось пройти за полтора года почти все горячие точки АТО. Первые дни антитеррористической операции боец не забудет никогда. Первый бой у нас был, ну, самое в меня, то 2-го травня, когда брали карачу. А втраты начались еще раньше. У нас хлопцы подрывались, один подрывался на мине. Никто не мог поверить. Начало становиться страшно и начал понимать, что началась действительно война. Несколько лет подряд, в годовщину начала АТО, черкасские ветераны проходят маршем по центральному бульвару города. Для того, чтобы жители не забывали, совсем рядом до сих пор идет война, на которой гибнут их соотечественники. Слава воинам! Героям слава! Катерина Вергай к памятной доске погибшим воинам АТО принесла две гвоздики. Начало антитеррористической операции стало началом ее личной трагедии. На памятнике фото отца. Разведчик Виталий Вергай погиб, прикрывая товарищей, при выходе из Дебальцевского котла. Весной 14-го он ушел тайком от родных добровольцам защищать страну. Катя говорит, тогда папа сделал то, что был обязан сделать. Как донька я могу сказать, что да, не足ит. Как бы не хотелось. Но они все там чьи-то родители, чьи-то сын, чьи-то брати. И это на самом деле очень тяжело. АТО на востоке страны закончится уже к началу мая. Но война не закончится, а лишь поменяет свое название. Теперь Украина будет официально проводить операцию по сдерживанию российской агрессии. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер. Продолжение следует...